Итак, представьте себе картину. Вы говорите, держа телефон в одной руке, смотрите на часы на другой, пьете кофе, держа чашку в третий и открываете ноутбук четвертый, чтобы посмотреть видео на Эдми. Как вам такое? Что? Видите ли, рыба начала выползать на сушу около 500 миллионов лет назад. У нее было 4 плавника, в процессе эволюции начавших превращаться в конечности. Это позволило амфибиям пробираться через грязь. Чем дальше они заходили, тем больше плавники становились похожи на ноги. Через несколько сотен миллионов лет некоторые животные начали карабкаться с помощью задних конечностей, а остальное уже история. Но что если бы эволюция изменила свой ход? Если бы у рыбы было 6 плавников, а у амфибий 6 конечностей? Жутко, но увлекательно. Да-да, я в курсе, что вам не терпится все узнать. Так что давайте посмотрим, что в этом сценарии произошло бы с человеком. Начнем с рождения. Это всегда отличное место для начала. Шла восьмая неделя вашего пребывания в материнской утробе. В этот период у вас начинают формироваться две ноги и четыре руки. Из-за пары дополнительных конечностей тело требует больше питательных веществ. Это значит, что ваша мама во время беременности ест больше, чем обычная беременная женщина. Вы родились и тут же ухватили мамину ладонь четырьмя маленькими ручками. Первая пара растет из плеч, вторая сразу под ребрами. Вы, мой друг, теперь квадруминус, что значит четверорукий. Детство. Игрушек у вас вдвое больше, чем у обычного ребенка. Укладывая вас в постель, мама качает вас на руках, кормит из бутылочки и трясет погремушкой. И все это одновременно. Памперсы родители меняют в два раза быстрее. Ура! Пока две руки снимают грязный памперс, две другие готовят чистый. Во время обеда кухня превращается в хаос. Вы разбрасываете еду в четырех направлениях, стуча ложкой по столу. Но родители справляются. Мама вытирает запачканный стол одной рукой и кормит вас другой. Третий она наливает чай, а четвертый жарит омлет. Родители покупают собаку, чтобы вам было не так скучно. У собаки шесть лап вместо четырех, потому что ее предки тоже выползли из воды с шестью конечностями. Вы вырастаете и отправляетесь в школу. Парта, за которой вы сидите, чуть больше обычной. Учитель записывает на доске уравнение двумя правыми руками. Вы переписываете их в тетрадь одной рукой, делаете бумажный самолетик второй и третий, а четвертый бросаете смятый шарик бумаги в одноклассника. Родители записывают вас на рисование. Искусство в этом мире стало веселее. У всех людей на картинах Леонардо да Винчи, Рембрандта, на скульптурах Микеланджело стало по шесть конечностей. Меняется не только образ человека в искусстве, но и сам процесс рисования. Полотна становятся шире, картины детальнее, цвета ярче. Но рисование привлекает вас намного меньше спорта. Вы отправляетесь в спортивный кружок и записываетесь на двойной баскетбол, в котором два мяча вместо одного. Игроки ведут оба мяча одновременно и бросают их в двойную корзину. Спорт в целом очень отличается от того, к которому мы привыкли. Фехтование двумя шпагами, боксирование в четырех перчатках. Поединки стали еще зрелищнее. В теннисе спортсмены отбивают два мяча четырьмя ракетками. Прыжки с шестом стали вдвое выше, потому что отталкиваться легче. Брейк-данс смотрится еще круче. Гимнаст выполняет трюки, как Человек-паук. Все люди, даже далекие от спорта, отличные скалолазы. Бегуны стали бегать быстрее из-за размаха и движения рук. А еще ноги человека стали более сильными и устойчивыми из-за дополнительного веса на торсе. Плаваем мы тоже быстрее. Теперь на безмоторной лодке можно переплыть озеро вдвое быстрее. Достаточно просто взять четыре весла. Вы любите зиму, особенно игру в снежки. Можно запускать два снежка одновременно, чтобы противник точно не мог уклониться. Юность. Вы становитесь звездой двойного баскетбола. Забрасываете мячи в обе корзины одновременно и приносите команде победу на школьных соревнованиях. Друзья крепко вас обнимают. Объятия в четыре руки довольно сильные, но ваша спина сильнее. После тренировки вы идете в душ и тратите там много геля. Дезодорант наносится на четыре подмышки и кончается в два раза быстрее. Вы теперь подросток и начали уделять больше времени внешнему виду. Вы одеваетесь в модных магазинах, где у нарядов по четыре рукава. Модный мир сильно изменился в этой реальности. Можно носить в два раза больше украшений, делать в два раза больше маникюра и хвастаться большим количеством часов. У рюкзаков и сумок по четыре лямки. Люди в дорогих натуральных шубах напоминают больших пауков. В продуктовом вы покупаете в два раза больше товаров. Но не потому, что теперь вы легко унесете четыре сумки, а потому что вам нужно больше еды. Две дополнительные руки нужно чем-то подпитывать. Человечество начало потреблять больше, но ресурсы земли не увеличились, поэтому еда и вода стали дороже. Вы заканчиваете школу и отправляете изучать биологию в университет. Вы прилежно учитесь, записываете лекции и много печатаете на компьютере. Печатаете, кстати, в два раза быстрее. Наличие четырех рук способствует многозадачности, поэтому у компьютеров две мышки и расширенная клавиатура с дополнительными возможностями. Экраны телефонов стали шире. Теперь можно печатать в четыре руки. В свободное время вы ходите на концерты. Два набора клавиш на пианино вместо одного. В два раза больше струн на гитаре. Барабанщик полностью окружен барабанами и отбивает невероятный ритм. Так, динамика, скорость в музыке улучшилась все. Суперзвезды видят на концертах больше поднятых рук. А вот фитнес-тренеры проводят в зале в два раза больше времени. Четыре руки накачать сложнее, чем две. Рестораны работают в бешеном ритме, официанты несут по четыре подноса, а повара готовят два блюда одновременно. Мы даже едим быстрее, используя два ножа и две вилки. Одна из самых востребованных профессий – массажист. Мышцы разминают и массируют одновременно четыре руки. Увеличившаяся скорость и многозадачность сделали людей более продвинутыми в технологиях. Медицина лечит почти все болезни. Люди научились создавать искусственную органическую еду в промышленных масштабах. Затем наступает взрослая жизнь. Вы успешно закончили обучение и стали биологом в исследовательском институте. Там вы встретили будущую жену. Вы становитесь на колено, чтобы сделать ей предложение и показываете два кольца. Она соглашается. На работе вы изучаете причины, по которым эволюция решила наградить животных шестью конечностями. Вы отправляетесь в тропические леса Амазонки для изучения местной фауны. Животные передвигаются на шести лапах, что делает их быстрее, сильнее и проворнее. Там же вы открываете неизвестный вид приматов с двумя руками и двумя ногами. Благодаря продвинутому анализу ДНК вы обнаруживаете, что предки этих приматов вышли из воды на сто миллионов лет раньше остальных рыб. Они выползли на сушу и развили четыре конечности. Остальные амфибии плавали на мелководье еще миллионы лет и отрастили на два плавника больше, чтобы спасаться от хищников. Интересно, каким был бы мир, если бы у людей было всего четыре конечности? Думаете вы, заканчивая исследование? В общем, все это очень интересно, но я уверен, что рубашки, куртки, пальто и другая одежда с дополнительными рукавами были бы дороже. Фокусники смогли бы удивлять нас сильнее, ведь у них было бы больше рукавов, чтобы проворачивать разные трюки. Играя в покер в четыре руки, вы бы выигрывали и проигрывали в два раза быстрее. И вам бы продавали мороженое в киоске в два раза быстрее, потому что у парня за прилавком четыре руки для раздачи десертов. Вот это удача! Эй, поднимите руки, если сегодня вы узнали что-то новое. Что? Всего две? Ну ладно, тогда поставьте лайк этому видео и поделитесь им с друзьями. А вот еще крутые ролики, которые могут вам понравиться. Просто нажмите слева или справа любой рукой и присоединяйтесь к Эдме.